Добрый день! Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Меня зовут Валентина. Дачный сезон закончился, и я хочу поговорить о комнатных растениях, квартире, домах, которые нам создают красоту, уют, очищают нам воздух, но не только очищают нам воздух, но и наполняют таким вот ароматом лучше любого такого супер аэрозоля, я так считаю. Многие из них поглощают углекислый газ и выделяют нам воздух, кислород, который нам нужен и необходим как этому растению, так и нам. Есть такие растения, которые успокаивают и даже лечат. О таких растениях, которые у меня находятся в доме, в квартире, я хочу сегодня рассказать вам и показать. Давайте прогуляемся по моим цветам. Очень мне нравится бамбоковая пальма. Вот это вот такая у меня стоит красавица на полу. Вот она называется хамедорея. Она увлажняет воздух. За счет этого цветка в помещении дышится очень легко, как будто бы работает здесь кондиционер. Удаляет из помещения формальдегид. Она достигает ростом до двух метров высоты. Вот выпускает такие вот стрелочки красивые. Вот. И потом разветвляется. Неприхотливый такой цветок. Растет без проблем. Главное, что нужно вовремя полить, обрызгнуть ее, как положено. И она у меня, эта пальма, цветет. Вот смотрите, здесь она вот выпускает веточку такую. И здесь такие желтые шарики. Но я стараюсь их обрезать полностью. Вот как начинает зацветать, дня три подцветет, и я ее стараюсь обрезать. Потому что падают, потом внуки приезжают, поднимают эти шарики, а они могут быть ядовитые. Поэтому я обрезаю не только за этих вот шариков, но и за того, чтобы выпускали больше листьев вверх. Она тогда, пальма, красивая. Вот цветет хорошо. Вот она еще второй выпускает у меня. Так что вот она зелененькая всегда. Красивая она стоит. Вот этот цветок шифлера, это отличный цветок, который опитывает в себе все неприятные ароматы. Особенно в тех местах, где внуку курят, вдыхая в себя всякие смолы и никотин. Вот такие листочки нежные, желтенькие, с переходом в зеленый. Расцветка красивая. Летом она была такая вот темно-зеленая, а вот сейчас, к осени, она приняла такой желтый, светло-желтый цвет. Очень красивый цветок. Так что, если у кого в семье курильщики, заведите такой цветок, и он будет весь этот аромат никотина впитывать в себя. Вот такой хороший санитар. В каждом цветочке, вы видите, у меня стоят лампы под светочкой. Они питаются за счет энергии солнца, а потом ночью подсвечивают. И цветок как бы дальше продолжает расти под солнечными лучами. Рядышком от меня с шифлерой стоит, как видите, герань. Или правильно ее называют пеларгония. Это еще тот санитар, как вы знаете, который может справиться с болезнетворными микробами и бактерицидными разными болячками. Герань, если вы поставите в спальню у себя, она улучшает сон и успокаивает нервную систему. Не только улучшает сон, но и очень хорошо лечит болезни уха. Например, если вы возьмете листочек, его оторвете, свернете его трубочкой, вот так вот, и закладете туда в ухо, подерживаете несколько минут, и болезни уха сразу утихают. Очень хорошая пеларгония герань, это хорошо лечит, помогает от всех разных болячек. Хорошо, что я успела занести гераньки себе на летнюю кухоньку свою. Вот я их спасла, хотя у меня здесь окна нету. Холодно было, но все равно спасла. Они, как раз, красавицы какие гераньки. Так что вот хорошо вовремя я от морозов спасла и розку. Комнатную. А это фикус кустовой. Вот смотрите, какой он красивый тоже, кустица. Это драцена. Она где-то метр-полтора, метр шестьдесят высотой. Вверху четыре кустика, поэтому он такой пышно смотрится. И внизу тоже самое состоит из четыре-пять даже растений, поэтому такой вот кустиком очень красиво смотрится он. Вот это два отличных санитара воздуха, которые упитывают себя. Все запахи, которые выходят с кухни, да и вообще отлично смотрятся и создают уют красивый. Цветок, вот внук стоит. О, выше внука на целую, да, больше головы. Ну, давайте сравнить. Ты стоишь на диване, конечно. Ну, а это восковой плющ хоя. Он неприхотливый, создает уют и поглощает все вредные вещества. Достигает пять-шесть метров в длину. Вот такой вот цветок красивый. Ну, а это цветы гиганты, которые пришли с улицы зимовать в комнату. Это фикусы из разновидностей фикусов. Они также вредные вещества забирают. Ну, вот такие вот они огромные. Перешли пока вот сюда, на террасу, будут здесь стоять пока. Денежное дерево, цитрусовые очистители воздуха. Воздух в комнате, где растут лимоны или апельсины, сбавляют от микробов и бактерий. На окне у меня стоит толстянка. Вот смотрите, как ее называется. Красула, денежное дерево, по-разному ее называют. Об этом мы отдельно поговорим.